Визит министра здравоохранения и социального развития начался с посещения рельсобалочного завода. Здесь Тамара Дюсенова разъяснила трудовому коллективу предприятий основные нормы нового трудового кодекса, особое внимание акцентировав на моменты, которые вызвали в обществе больше всего обсуждений. По действующему законодательству было таким образом. Если по определенным обстоятельствам, если простаивает, находится предприятие простой, то работодатель по действующему трудовому кодексу должен был на один месяц только перевести своего работника на другой цех. А если простой будет продолжаться 3-4 месяца, после одного месяца он должен был его или уволить, или же с ним расторгнуть договор, или же отправить его на отпуск без содержания заработной платы. Мы здесь про кодекс прописали, что работодатель вместе с работником, когда простой продолжается не один месяц, а несколько месяцев, на все эти месяцы, если этот работник нужен, он может перевести на другую вакансию, на другой цех, пока его цех не восстановит, или же он не начинает, не возобновляет работу. Точно такая же ситуация по рекомендированию. Для работодателей упрощены процедуры найма, кадрового перемещения, увольнения, определения условий и оплаты труда работников. Но при этом закреплены базовые трудовые гарантии и права работников, отмечает Тамара Дусенова. Минимальный стандарт рассматривает, что 8 часов мы должны в день работать, что это должно быть не больше 40 часов. Работодатель, если он выполняет работу в течение 8 часов, должен платить не менее минимальной заработной платы по всей стране. Указываем также, сколько дней отпуска может быть у работника, это 24 дня. Если это работа на тяжелых, особых условиях труда, то сколько дней могут добавиться в зависимости от условий труда, это должно быть не менее 6 дней. То есть мы указали конкретные стандарты, и эти стандарты должны быть выполнены всеми работодателями всего Казахстана. Кроме того, подчеркивает министр, расширена роль профсоюзов в обеспечении прав и интересов работников. Кстати, что касается нашей области, то сегодня в Октубе 71% наемных работников состоит в профсоюзах. Это больше 150 тысяч человек. Наша задача с принятием нового кодекса, мы уже проводим широкомасштабную работу по обучению профсоюзного актива новому кодексу. Как составлять в новых условиях коллективные договора, как добиваться защиты интересов своих членов. Министр здравоохранения и соцразвития побывала также на встрече с работниками бюджетной сферы, где рассказала о внедрении с нового года новой модели оплаты труда гражданских служащих. По ее словам, в результате ожидается дифференцированное повышение заработной платы работников основного персонала в зависимости от квалификации. Азекин Жалин, Алимжа Молдобеков, программа «Факт».